Ремонт в Линкерской школе номер 3 начался еще в октябре. Начало работ ждали еще летом, но по непонятным причинам ремонт затянулся. Детей на время реконструкции распределили по другим школам, а для перевозки выделили транспорт. Сроки для проведения работ поставили минимальный, мол бюджет республиканский и отчитаться нужно в точно указанные сроки. А уже 25 декабря здание должны сдать. Электричество, проводки, все, 100% мы уже сделали. В общем, внутренне это самое, мы 90% уже закончили работу. Теперь у нас остается фасад, и вот как вы видите, фасад сейчас, ребята, вот три блока у нас В, Б, А. Вот А блок осталось, вот последний. Вот стараемся вот в неделе, вот срок, где-то дней 5, закончить вот фасад А. Капитальный ремонт ведется практически на всей территории школы. Двор скоро благоустроят. Отремонтируют спортплощадку и туалет. Кстати, школа изначально не рассчитана на наличие удобств внутри здания. А вот стройматериал используется строго отечественный. К примеру, вот эта кафельная плитка. Видит очень хороший, вот этот кафельный. Но сомнения все же существуют, и опасения вызывают коммуникации. Как оказалось, ни водопровод, ни трубы отопления менять не будут. Там срок эксплуатации этих труб долгий, еще как минимум на 10 лет. Так что родители могут не переживать. До планируемой сдачи объекта осталось совсем немного времени. И потому уже несколько дней строители работают в трейсмены. А это более 150 рабочих. Строители надеются, что к Новому году все же ремонт завершат. И уже в новом 2017 году ученики придут в обновленную школу. Шутин Саидов, Марат Давлетов, Константин Гавшев, информационная служба, телекомпания ОТРА.